здорово привет туман то как проходит твое лето отлично наконец-то я отдыхаю на камбеке правильно конечно новый сервер итак давай начнем с того то что хотелось бы узнать твои планы на конец 24 года я даже за план на свой завтра но я думаю буду также играть и стримить но не знаю там открывается знаешь новый камбек и не знаю можете есть какие-то там цели может у тебя есть какие-то личностные цели сделать что-то до нового года условно да в реале условно ну реально все как обычно поэтому делать там нечего а на камбеке на новом сервере я думаю и так понятно что буду сеть потерь понятненько смотрим меня тоже интересует такой вопрос откуда взялся такой ров пол пенсусал а то не пенсусал это привет сосал брофу он подходит к любому нику и так далее есть еще какие-то такие локальные ров вы не знаю наверно нет понятно их наверно скорее всего много просто как как-то описать но вот пенсусал типа там пол пенсусал это такие самые обширные но это просто база наше общение смотри хочу поговорить насчет того то что все знают что ты заядлый фарме как тебя удается столько фармить не заебываться не выиграть и много ли зависит вот именно да вот я тоже так парлю но не так сильно как ты то есть у меня это описывается тем то что я просто люблю играть в эту игру мне нравится типа убивать типов получать от этого кайф вот какие причины у тебя да я особо не устаю на самом деле за последние два года было очень много перерывов то есть не было такого что я сидел там 12 месяцев подряд фармил одно и то же то есть я по фарме там месяц-два потом меня отдых месяц там полтора особо не напрягаюсь от для чего ну не знаю не выгораю ну не знаю как-то на инициативе происходит на какое-то непонятное то есть просто игра игра фарма фарма ради чего-то контента парами два месяца на 9 без отдыха тоже тяжело по мнению если ты делаешь это как работу то есть ты заставляешь себя фармить ты заставляешь себя эти что-то делать это да это но невозможно если ты просто на легкие на афк моде условно это все делаешь особо сил не тратится то же самое что сижу смотрю какой-нибудь аниме сериал и параллельно фармлю что просто смотрю аниме сериал то есть ну разница особо нету ну смотри просто тут наверное то что у кого-то условно есть чуть больше реала там есть какая-то семья не знаю жена девушка там парень неважно то есть не уделять еще этому времени время когда ты наверное просто сидишь грубо говоря тупо играешь в игру то наверное это реально прям не тяжело вы просто иногда узнаешь хочется там пойти на улицу типа погулять и так далее потом ты возвращаешься в игру и понимаешь что тебе вот для того чтобы отбегать какую-то норму в боя тебе нужно пройти еще три гуи проебать на это время но ты уже сходил на улицу погулял вкусно покушал пришел в игру и как бы тебе нужно типа снова фармить не знаю у меня иногда вызывает это какой-то знаешь отторжение то что мне нужно с 8 утра по фармить до 2 3 ночи условно мне нужно отбегать 12 бою я отбегал 8 пришел там с клан данжи до кланной активности пришел домой условно после того как погулял я понимаю что мне ночь нужно провести в горе я думаю нахуй оно мне нужно теперь у тебя вот таких момента вообще не бывает especialmente вот видишь тебя самое главное что мне нужно мне тогда нужно сходить мне ты на должен это сделать и так далее я особо ну не напрягаюсь я просто хожу и все могу день не фармить если мне захочется если захочу отдохнуть но все равно на фарме то что мне нужно просто какой-то день я сделал больше какой-то день я сделала меньше какой то где не могу засесть 20 какого то не могу засесть и пять часов пофарманестальное время зачинится дачи да можно фармить по два часов каждый день но это мы уже не молоды так сказать раньше это ну пока что для меня не было какого-то смысла фармить каждый по 20 часов за последнее вот ну время если бы этот смысл был бы возможно он будет в будущем на иксе каком-то я посмотрю но вот на статах серва я всегда сижу по два часов то есть старт серва я выделяюсь в этом две-три недели чтобы сделать чтобы прокачаться чтобы сделать как у себя шмот и потом уже имея средний и выше средний шмот спокойно отдыхать но у меня такого нет не зная себе выделяю условно вот какую-то цель словно да там два по камни 2pz условно возьмем да и понимаю считаю сколько я за фармливой за сегодня и сколько смогу купить камней на эту сумму то есть я в голове понятно что мне обязательно нужно выформить вот именно вот столько боевые деньги типа но не меньше у меня вот в голове так она работает потому что потом цены будут выше и купить камней вряд ли будет условно какая-либо возможность у меня вот так в голове все это но опять же это старт сервера когда ты только начинаешь все это скупать когда цены только начинают подниматься и все это такое это да я же говорю на старте серва там первые две-три недели мы потеем мы собираемся средний шмот мы собираем себе камни а потом когда уже там идут r9 когда идет остальное когда ты понимаешь что ты за день за два это не зафармишь то есть у тебя вот допустим если там две-три недель ну месяц какой-то на это тогда уже просто распределяешь свой но свои дни какой-то день я могу 15 гуев сходить какой-то при норме в 10 какой-то день 5 гуев словно и все равно норма свою выполню так сказать все короче сводится к тому то что условно я форму условный месяц чуть больше форме в средней какой-то нормальный гирш не тебя хватает и мне хватает условно фаркет сервитер 2 до бесконечности да понятно так смотри тоже хочу поговорить про интерес именно к игре что тебе больше нравится какие-то пвп либо по большей части пвп только не говори что тебе это это нравится мне ну если смотреться на саму игру мне просто нравится сам жанр то есть ему рпг развивать чара до условно ну вообще типа это игра ну как считай другой мир условно которым ты живешь которым ты качаешься общаешься с кем-то это ходит что-то делаешь сам процесс то есть можешь подраться и папа вы ешь эти просто посидеть там по пизде да как это тоже любят делать ноги то есть сам процесс самой игры то есть она игра сделана ну прям идеально ну для меня пока что ну короче социал очка и плюс вообще все то есть да нету каких-то минусов условно я не могу назвать интересно было бы потом подумать сейчас подумаю какие минусы в поиске выходит не одних минусов но минусы но только сервера оптимизации я не знаю да я особо не парюсь насчет этого не знаю на оффе прям еще братьев оптимизация типа мега слабые там очень сильно что вот не в поиске не размираются оптимизациями не нравится графика мне не нравится модельки персонажи уже я вот играю слову удар хейдж буду типа да 8 какой-то ну модели анимации скиллов вот выпустили недавно пардов на офис какой-то крич блять они анимации принятом оси полная какая-то недавно которые вышли но относительно недавно не вышли они вышли позже обывая движок который сейчас ты не переделаешь если будешь приделать движок чтобы у тебя были новые модельки так далее это нужно полностью игры переделать это никто этим заниматься не будет и поэтому для меня это минусы типа я не знаю мне хотелось бы чтобы было красивее насыщение типа приятнее условно вот когда вижу стримы либо захожу в другие какие-то ему и игры представляю бля вот бы в павешке реальных графика была пизда ты все хуена типа механика там боевка мне все нравится но для графон бы и оптимизацию еще было бы охуенно мне кажется упал свой вайп с такой графой с такой с этими персонажами так далее ну про вайп на хорошо ты подвесил смотрим меня сейчас недавно начали упрекать короче про драйверов что я покупаю юаня прорисовку уже опустил момент потому что это уже для даже не смешно сейчас я вы придумали новую отговорку для того типа откуда у меня шмот у меня есть грубо говоря люди думают да есть драйвер который за меня блять гуй и типа я вообще юаня нахуй покупаю чтобы одеваться я не знаю веришь ли ты вообще в какой такой либо бред и может ты пользовался услугами дать человек который за тебя фармит я вот лично сейчас еще договорю я вот лично думал я вот бы не прочь реально нанять драйвера чтобы он за меня делал ежи там ходил гуй фармил я просто прихожу вечером на клан активности показать с пацанами постремить пофанится но я уже наверное буду к таким методом приступать когда я просто забью хуй на игру мне она будет неинтересно и тогда да я вот для себя приму такие решения ну драйверство я не знаю даже осуждается в мире админов суждать ли не драйверов и так далее но я никогда не использовал не знаю как-то всегда сам обходился и не понимал иногда даже сам был драйвером когда еще до стримов и так далее такой небольшой правда ну то что не знаю про тебя говорят ну это бред так сказать почищу твою репутацию но кто мне поверит правильно правильно а покупать юаня ну это вообще полный клинш это условно прийти к человеку который у которого нефть под домом бесконечная к нему приходит другое горит не хочешь нефть у меня но это очень типа звучит как будто на пиздец так же как и драйвер не драйвер он может и не только полезен на самом деле он экономит тебе время если тебе не хватает его но если только ночь пока ты спишь а для чего ну соусловно армии но тут короче была тема за счет того то что пока я стримлю на чаре да на котором я раньше фармил на их у сидит другой чел условно и выбивает там книги судьбы изгуя вот я в это время стримлю и все тело начали это форсить то что типа за меня там сидит фарми драйвер а там просто но сидел другой чел который фармил на себе не вот допустим на прошлом алюре я сталкивался с человеком который одел себе хорошо персонажа которого есть деньги не будем называть ника кто знает знает у меня был хороший персонаж коса и он просто нанимал драйвера на что 10-15 часов девочка фармил за него гбп и в итоге он просто приходил фанился там делал делики какие-то возможно и ему капало 100 человека в день а при этом он тратил ну по моему тысячи полторы может 2 на драйвера но это типа да выгодно я тоже ну не как его тоже чем которые тоже книги которые там когда-то покупал я не говорил то что кратно типа дешевле на ней драйвера чтобы он типа тебе пары я выгуру если я к этой теме приду это тогда когда мне уже будет абсолютно неинтересно не парами ничего вы просто зайти по стриме там сводить ребят на какую-то клан активности все ну как по мне когда вот ты приходишь к такому да если мастер плана для меня мастер планы это сердце клан если мастер сидит не сидит и не играется днем утром и так далее просто заходит под вечер то ну как будто вряд ли в этом клане будут желающие очень находиться и как-то и займу но это конечно святая мастер-клана играют два часа в день но значит ему абсолютно безразличен сервер безразличное то что происходит на нем и зачем вообще находиться таком плане да он ли бабки ну как я и сказал когда интерес пропадает к игре и тупо деньги смотри давай поговорим насчет твоей любимой профи какая она и именно почему ну зависит опять же от версии с 136 146 151 152 и так дальше ну не беру ладно 11 136 не берем 146 и выше не но если просто про общее говорить на чем я больше всего хотел бы играть допустим в долгу и так далее кресосин потому что он больше как пве составляющие занимают ну и просто для души изначально синчик короче для души у тебя синчик для души да у меня вот для души маг а есть еще какие-то критерии то есть у меня вот маг потому что на нем есть склейки он прикольно большие циферки выбивает в данжах есть уникальная пиздатая механика с мидом почему у тебя осин именно ну потому что он тир-один по фарм был на тех версиях на которых я играл не самое интересное для меня изначально было именно какой-то фарм контент но и фу п контенте на сине но массового по мы не берем потому что это просто ужас можно не играть если ты син на массу по контенте но если 1x1 просто по фанится то он тоже неплохо или просто побегать послевать челов но я таким особо не занимаюсь давай вернемся снова к вопросу с рисовкой тебе когда-то рисовали какой-либо шмот шмотки нет только голду это считай как зарплата просто да многие многие расценивают вот знаешь хотя не некоторые на реальному ебали нас вы думают то что там кому-то рисует шмотки вот реально я вот говорю типа челу там вот мне пришла реферальная голда там зарплатная голда он горит нет ты пиздобол тебе типа ну типа рисуете по шмотке здесь реальность типы которые верят то что стримером болеть рисует именно шмотки знаешь не типа голда там зарплата репки может кому-то там рисует блять просто голд не за что до чем мы просто думают блять реально рисую челом шмотки знаешь как это появляются кольца там какие-то пушки статы рисованные на пушках вот есть такие у них которые реально в это верят ну дай бог им здоровья и удачи как говорится факт ну какой типаж какой админ будет не знаю жертвовать репутацией там нормальных серверов гулять ради вот ради стримера 1 до конь долбоеба которые не знаю с палецом очевидно смотри еще хочу поговорить на такую интересную же больше для меня тему занимаешься ты каким какими-либо занимаешься какими-либо инвестициями 3 шли в крипте сейчас это очень популярно и рассматриваешь может быть какие-то долгосрочные инвестиции на будущее до много раз думал ложится куда хорошие там суммы лежали иногда так далее иногда они проебались но в этом-то и суть понимаешь я до конца просто не понимала для чего я сейчас ложусь ну будет больше денег но куда у меня сейчас есть все что мне нужно стремление зарабатывать миллионы и жить на яхте на берегу моря это пока не про меня такая тенденция что чем я больше зарабатывать ими больше трачу и даже если бы я жил там обратно в своей квартире москве ну не в другом городе сейчас даже в своем квартире там без зарплаты без всего там кушая гречку с сосисками играя в компьютер я бы наверно было бы также условно таком же состоянии как и сейчас ты не рассматриваешь там какие-то ну вот условно в будущее да вот у тебя есть какая-то вообще подушка безопасность да у меня две квартиры в Москве так это получается квартиры уже две твои или просто будут потенциально две твои квартиры но одна уже моя вторая потенциально в москве насколько знаю живет стоит дорого на этом еще и дачи участок здоровый еще куча всего поэтому я особо не парюсь ну в принципе даст таким расчетом можно как будто прям жить для себя но будущее все равно условно знаешь рассматривать там какую его не за ты рассматриваешь всю семью и не знаю продолжить свой род или далеко прям не загадываешь я не загадываю буду лежит через год поэтому нет понял так что по мы отдалились по инвестициям про крипту и так далее ты говоришь то что у тебя бывает много денег но ты не знаешь куда их условно потратить и для чего на самое главное ну типа того потому что не были моменты когда мне даже говорили что может это вложиться я сам даже хотел куда-то вложиться прям сидел думал туда-сюда но в конце концов все остается неизменным может она и к лучшему а что больше вот условно как я понял тебя хотели не то что забрать или просто посоветовали там в крипту вложиться правильно да что вот больше сподвигло отказу страх риска либо же непонимание а зачем оно мне либо ты просто я не знаю допустила на типа все на как это нам было да не риска не было мне вот ну типа я не боюсь особо риска но если я трачу куда-то деньги на что-то подобное я чину трачу те деньги которыми не жалко тратить деньги которые тебе то есть на который должен жить условно но это бы дал боевым ты тратишь только те деньги которые тебе не нужны рожда посмотри начнем с этого те были свободные деньги которые можно потратить было инвестицию так теперь смотри я тебе приведу такой пример я тебе не знаю просто я тебе дам тысячу долларов взамен ты получишь ты мне дашь тысяч долларов заметно получит 5000 долларов ты согласишься просто ну вот такие вот условия вкладываешь тысячи получаешь 5 согласишься ну да почему все да но теперь ты сказал то что там рисков не было почему ты не вложился на деле ты кладываешь ты еще она у тебя может мариноваться несколько лет а если я даю тебе 1000 ты мне 5000 через пять лет я скажу нет не знаю все таки но это тоже знаешь с одной стороны это как но обычная инвестиция да 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 годовые проценты да ну я живу сейчас так и всегда жил то что я вот все что имея все трачу чем больше зарабатывать тем больше я трачу то есть раньше допустим сину жил там квартире там не кушал гречку сосисками потом зарплата повышается переехал другой город снял еще одну квартиру там по ресторанчике шмотки там комси за полляма зачем-то купил и так далее то есть ну все трачу абсолютно все что зарабатываем смотри на отдыхе так далее возьмем цифру не тысячу да не с тысячи пять возьмем цифру этого доллара да возьмем цифру 20 тысяч долларов через там 3-4 года получаешь давай через пять без разницы 20 долларов вкладываю через пять лет сто тысяч долларов нет нет это сто процентно ты сто процентно получишь сто тысяч баксов а я не знаю буду ли жить через пять лет я же говорил только что что я не знаю буду ли жить через год у каждого свое промышление если бы я рассматривал свою жизнь что я проживу там хотя бы лет до 60 что мне нужно эти 60 лет там будет там где-то жить что-то кушать там может где-то отдыхать тогда да тогда может быть я бы начал задумываться про то что там какой-то бизнес может или еще что-то меня много даже раз посещал просто это бизнес по приколу открылись но опять же опять зачем зачем интерес ну тут уже каждый свои интересы условно мне интересно что-то нового узнавать я бы с радостью знаешь если бы у меня вот был вот реально не знаю там лишние сто тысяч долларов ну прям реально лишнее условно там долларовый миллионер у меня есть лишние сто тысяч баксов я просто бы ну реально пошел бы сейчас не знаю открыл какую-нибудь блять точку с кафе вот реально либо купил бы франшизу но вряд ли больше интересен знаешь какой-либо опыт открыть какой-нибудь кофейню на я потом я скайпом люблю попить кофе да и открыл свою кофейню вот открыть свою кофейню мне не жалко этих денег что-то получится классно но мне будет интересно знаешь наблюдать как приходит туда посетители я вот даже возьмем даже мой experience я раньше открывал типа серваки попова мне было интересно сколько людей будет на сервере мне было интересно посмотреть как сделают рекламу тот или иной блогер как он будет отзываться о сервере что ему нравится что ему не нравится как там будут играть играть планы как они будут фармить то есть мне вот больше со стороны да знаешь интересно наблюдать за своим каким-либо детищем вот поэтому если у меня вот были лишние бабки я бы skype мы что-нибудь открыл вообще не раздумывая но опять же лишние бабки лишние 100 тысяч долларов я думаю мало у кого такое есть будет смотреть на это мы условно взяли не надо открыть кофейню насколько тысячи долларов это стука на поводу да ну 10к 15 20 к баксов открыть вообще ези можно кофейню да можно ну вот короче был бы у меня были ты бы такие возможности сто процентов бы что-то открыл давай сейчас обсудим но снова вернемся уже к повышке уйдем от темы реала хочу обсудить накрутчиков это как они на его админов то есть мне прям очень интересно что думает плюс как думаешь плюс ко всему тебя некоторые тоже как и меня какие как и многих до условно у кого есть хороший онлайн есть какая-либо аудитории человек либо хотят зацепиться за эту аудиторию до урвать кусочек пирога до условно нашего либо же просто они долбоебы и они завидуют каким-либо результатом достижениями просто обвиняют в накрутке и так далее что ты думаешь насчет таких людей насчет того кто накручивает или насчет того кто подозревает нас ну давай насчет того кто накручивает а потом резко и медленно перейдем к тем кто обвиняет нас те кто накручивает не знаю может это как-то им нравится не хотят какие-то цифры большие у себя на стримах или еще что-то а если они накручивают чисто чтобы побольше денег залутать ну если такая жизненная ситуация что кроме как нам 30 тысяч спала я заработаю тебя других вариантов нету ну ладно не особо без разница на остальных стримеров на как-то сижу в своем мире так сказать хорошего что насчет челов которые вот именно знаешь ну обманывают то есть условно но я не хочу прям называть какие-то никнейм условно чел вот на full серьезные боли вот у меня столько онлайна плати мне вот деньги ему некоторые это проблема в админах это проблема в админах если они соглашаются на это значит их проблема опять же я думаю все админы более-менее как-то связаны ну мне так кажется они знают поскольку какой стиль приносит рефералов там каких-то людей и так далее то же самое по кланам какие люди то могут за ними прийти и от этого строится сумма которую они могут предложить которые могут согласиться или нет но это больше про кир конечно один тир 2 возможно каких-то стримеров и кланами виду там который только начинающие думаю всем на них не особо есть дело но вот за тир-1 за тир-2 я знаю что практически все знают какие зарплаты кто сколько чего приводит и так далее в принципе даст с тобой согласен но мне кажется реально некоторые админы знает что учила накрутка и ну все равно вынуждена ему платят потому что платить наверное больше никому тогда это проблема в админах они сами это делают если бы они искали чего для накрутка едином я думаю никто бы не крутил если бы прям челу всем предъявляли что у тебя накрутка вот моносета либо какие-то вопросы почему там у тебя там 50 зрителей на при этом два ресерала очевидно ну есть вопрос а если никакого вопросов нету все платят все значит все довольны значит все это так надо грустно конечно от этого ну таковы реально видимо pv сферы серверов не знаю теперь к самому интересному очень многих интересует этот вопрос вы с полом не то что увиливаете но не хотите давать каких-либо знаешь таких комментариев почему вы ушли с алюра на камбэк и какая была причина я говорил на стримах потом после этого всего что причин много но они все типа такие маленькие условно но они сложились все вместе и получилось что вот ну мы ушли вы на негативе ушли от алюра нет нет мы были бы рады если бы алюра типа жил процветал и так далее но наши пути разошлись как форсажа ехали есть сам что туда можешь вернуться все может быть как говорится никогда не говори никогда и тоже интересный вопрос где платят больше пен не знаю на камбэк или алюр где платят больше да так же например примерно либо также как опять же зависит от многих факторов но на данный момент типа мне платят не меньше чем на люля неплохо неплохо какие планы у тебя будут на жизнь после смерти пвшки планируешь ли ты какую-либо другую игру вот стримить как я тебе вот говорил то что я вот хочу после пвшки пойти в линейку да попробовать себя там есть пвс дохнет надеемся нет хотя на самом деле был бы рад если пвс дохла потому что всю жизнь для сидеть в этой игре вообще точно не планирую мне нужен будет какой-либо толчок чтобы я отсюда ушел и смерть игры бы идеально подошла под это вот если у тебя какие-то такие планы на счет ну умрет пвс значит кто-то ее убьет что-то ее убьет какой-то проект или что-то подобное поэтому я думаю если что-то убит пв значит он будет лучше интереснее мы пойдем играть туда может быть но это как будто знаешь такой слишком легкий тип ответ то что появится кто-то другой он убьет пв и мы пойдем туда да это было бы логично очень тяжело будет убить потому что на нее всегда есть типа своя аудитория своя масса людей которые всегда в любом возрасте думать через 10 через 20 если вспомнить про это пв как они играли и страна зайдут посмотреть можно ли еще что-то поделать если сервера где можно поиграть и так далее то есть как возможно будет меньше онлайн она думаю она все равно будет жить а вдруг вообще ну она станет еще более популярность что конечно же не верится а вдруг а вдруг но насчет того то что не могут все равно зайти но будет онлайн меньше сейчас возьмем дать эту от условно на при шарке не рассматривал хотя лучше рассматривать суммарно потому что софа тоже ребята играют на фришках возьмем суммарно онлайн пвешки 10000 будет 5000 суммарного онлайна возможно на какого-нибудь руофе 3000 и 2000 на фришках какую ситуацию можно смоделировать то что останется просто один какой-либо сервер может быть два но как будто один просто и остальные это бичи сервера там на 50 онлайн а просто останется какой-то один сервер и все будут играть там как по мне может быть такая ситуация и сильно всегда будет сервера конкуренты никогда не будет одного сервера всегда люди будут пытаться сделать что-то другое интересно на самом деле знаешь погрузиться через лет пять кто там останется 10 лет назад сыгры чтобы сдохла говорили ну и говорят каждый год всегда говорят и буду говорить но вроде играем вроде есть люди вроде есть но деньги в этой игре что дает на самом деле жить очень многим я знаю что очень много людей просто живет на поле не только сам стримеры мастера кланов обычные люди которые там 1 куда дарим тэш и брайан ты драйвер это так далее то есть кто-то выигрывает марафоны марафонит и зарабатывает тем самым то есть на самом деле очень много людей дает им существовать получился про вопросик у меня тут тоже подготовлен сколько проживет п вы наверное это уже обсудили но не знаю вот примерные сроки как ты думаешь когда именно не проживет да вот плохой вот плохое слово и подобрал когда будет падать существенно онлайн вот как ты думаешь через сколько лет я не знаю мне кажется это больше зависит от ситуации в мире ситуации там опять же новых играх если они будут или не будут но я думаю ближайшие лет пять она еще точно будет жить ну в принципе да мне такое же такое же мнение вы будете жить вечно парни на расслабьтесь вечно будут вечно но вот прям жить смотрит тоже интересный вопрос очень обсуждали его на стриме и в принципе у меня тоже подготовлен под этот вопрос логичный ответ если ты со мной не согласишься умрет ли камбэк когда-то если да то когда ура провокационный вопрос да не больше никак провокация больше как логика знаешь какая-либо но все в этом мире умирает так зависит опять же вот того что будет дальше будет ли какие-то конкуренты будут ли они админа камбэка дальше продолжать хорошо развивать сервер и так далее и наскучит ли людям типа одна и та же версия много факторов зависит ну смотри я вот приведу тебе пример все мы помним условный zpv почему он умер как считаешь у них нету жилки которая дает как раз таки онлайн на сервере они никак не развивали ничего не добавляли то есть у них просто они запустили сервере сейчас же век такой что нужно каждый месяц или каждый там несколько месяцев давать людям новый контент если ты мне даешь им скучно они ищут альтернативу насколько знаю на камбэке из новых контентов это арена какая-то там рыбалка и сундуки но также ну видишь людям хватает люди играют но я к тому то что все-таки мне кажется если мне кажется придет там не знаю 35 лет неважно типа они уже проработали срок в три года это она очень хорошо даже пусть пять лет но все равно придет срок там не знаю 6 8 лет когда может они не закроют сервер но они просто мне кажется люди блять будут молить стану по факту их уже молит выпустить 151 но вряд ли не пойдут по этой тропе они просто откроют новый 1 4 6 и сольют его кстати но они солью доху ли толку нужен сервер блять не много будет люди идут на новый сервер открывается x но пойдут на x новый сервер новое впечатление опять все дела они отыграют потом сервер сливается все садятся там на гвг мод или дальше развиваться каждого свое и все потом опять типа новый сервер опять челы фанятся на новом сервере сливаются и по новой ну смотри ты вот сказал то что сливаются типа там фармятся африк агенту кто-то после сияния будет фарме дальше за персонажи кто только пришел на сервер кто-то станет африк агова гомот какой-нибудь или ивент мод каждого малый процент типа людей которые будут больше фармить у меня вот смотри какая теория то что челы фанятся на новом камбеке там три-четыре месяца потом после сияния условно забивают потому что ну смысл после сияния играть с р9 р2 мутантами и это все может продлиться не знаю два-три года но потом когда уже в принципе основной массе до который играет на сервере во первых они упрутся в потолок им реально будет скучно это знаешь ну как на том же реально zpv да то не было каких-то обновлений и так далее но там просто челы уже реально в круг блять двенадцать были с финальными шмода там реально было нехуй делать им просто придется открыть новый сервер и не объединять его вот именно не объединять оставить тот который уже есть и открыть новый без объединений но вопрос пойдут ли туда люди имея персов ли на старом или придется нахуй просто закрыть старый сервер просто ну дэлитнуть его вайкнуть и открыть новый чтобы он дальше камбэк именно жил потому что я не вижу той ситуации когда через шесть лет челы все еще вот приходит на этот да старый камбэк который там объединяется 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 и они там играют мне вот в голове это не укладывается что через три-четыре года вот будет равна та же ситуация наш может быть не знаю полгода назад я бы с тобой согласился но поиграв здесь я ну типа очень много общаюсь с людьми которые здесь играют и так далее которые бегают с р9 r2 там круг 12 они на самом деле им хватает им реально интересно ну то есть у нас с тобой привычно привычные люди которые нас окружают люди которые там привыкли зайти на месяц на два пофанятся и зачилиться здесь же такой контингент людей собрался причем его очень много которые просто хотят играть иногда заходить что-то делать развиваться сделали себе персонажа р9 р2 круг 12 сделал еще 10 и но в себе таких же буду давать там друзьям на подсад там какой-то клан развивали какие-то замесы гвгшки все пытаются типа много гвг сыграть там противостояния там на кланы делятся и так далее тут очень много такой санта-барбары что откуда-то челы выходят для противостояния в другой клан хотя и сосится до этого пока да поэтому даже не знаю ты тут просто ты точно так же как и я не понимаешь контингент людей которые привыкли вот сидеть там 356 лет на своем персонаже им нравится им реально нравится вот это вот комьюнити я тоже недавно обсуждал это на стриме то что есть мир камбэка и все остальные да это как есть москва и вся остальная россия тут ровным счетом также типа на камбэке сидят челы которые вообще не понимают а чё они там на люри делают своем там на месяц-ва у них сервер умирают блять они чё долбоёбы там типа играть и таких ну реально на камбэке очень много они возможно даже не знаю что за месяц блять делается условно блять перед финальной чар и так далее они вот реально живут в другой вселенной и вообще похуй блять и кто какие там элсы айсовы блять там туманы и так далее они вот сидят они зашли там раз в три дня попукали после работы и нахуй зайдут еще через три года также дима попугать им главное чтобы первый взгляд но был и так далее да такие люди есть это ну как для меня это ну абсолютно другой мир потому что вот конкретно мы назову нас алюровцы алюровцы типа привыкли именно вот к такому трейхарду и так далее и человек некоторые из камбэка да вот мне последнее время некоторые зрители из камбэка прямо устаканились у меня на стриме мы постоянно обсуждали эту тему и пришли ну к такому мнению то что реально у людей есть такое понимание то что вот сервера там месяц два-три типа хуйня вы долбоёбы и так далее а у других понимание то что ну нам хватает условно ну месяц до мало два-три месяца и все давайте новым мы все сделали прокачались раскачались мы хотим играть заново а люди этого ну не понимают то есть у них в голове реально типа по-другому но их тоже конечно понять можно то есть одну два разных мира типа но на самом деле как я общался ну тут очень много людей которые также играли на люре ну играли то есть на камбэке сначала потом пошли на какой-то серверов алюра там поиграли потом обратно вернулись и дальше играют на камбэке некоторые тоже бегают но опять же они возвращаются на камбэк и у них есть персонажи тут всегда есть какое-то какое-то противостояние из двух кланов как минимум и челы фанятся и еще даже очень много кто ну фармит и пытаются дальше одеваться очень много есть такие да знаю ну конечно что им еще делать это как его есть еще такие же люди условно я вот недавно видел на саншайне там чел какой-то феномен и знаю то что на камбэке есть такой же чел какой-то тоже феномен и понял то что есть узнаешь процентов тем сюда возьму человек которые сидят тут тупо на камбэке а если это там 30-40 процентов которые бегают по серверам алюр не алюр неважно они играют на этих серверах потому что ну на камбэке у них гвг мод тупо да вот и они хотя черену есть много таких людей которые реально хотят начать со всеми сначала что-то новое и так далее ну когда сервер подыхается они идут обратно типа к на камбэке там играют типа там месяц два и обратно типа на другие сервера таких людей тоже много но все равно вот на том же камбэке они узнаешь такую массовку тоже ну неплохую типа составляют учитывая что они играют на два проекта встречал ты вот таких вот людей которые вот на два проекта конечно да таких много тоже понятно вот что ж наша беседа подошла к концу огромное спасибо пемпо что согласился ответил на все наши интересующие вопросы очевидно говорилось только правда ну и что ребята ставьте лайки пишите комментарии не знаю делать это дальше или нет ну короче фидбэк будет будет понятен по лайкам комментариям и так далее любом случае еще затестим где-то две-три рубрики сделаем посмотрим что вообще будет по охватам и так далее зайдет будем делать не зайдет очевидно забросим это дело также пишите кого бы вы хотели видеть в следующих роликах мастер клана блогер может быть просто какой-то знаете именитый игрок тоже свяжемся с ним и запишем еще раз спасибо пемпу то что пришел да пожалуйста все спасибо ребятки за просмотр обязательно еще раз говорю давайте фидбэк если эта рубрика будет интересно всем пока